МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Филарет Иванович! Здравствуйте! Мне хотелось бы задать несколько вопросов о вашем опыте обращения к Богу, но сначала интересно было бы узнать, где и в какой обстановке вы выросли. Были ли ваши родители верующими людьми? Да. Я рад, что родился и вырос в христианской семье. Мои родители были верующими людьми по убеждению, не просто по наследству. И с самого детства, которое осталось в моей памяти, я помню себя уже в жизни церкви. Вместе с родителями, с отцом или с матерью, с обоими, мы каждую неделю посещали богослужения. Какие у вас детские впечатления о посещении богослужения? Да. Мы ездили в соседнее село, где жили мои дедушка с бабушкой, одни и другие. И каждое посещение богослужения ассоциировалось с поездкой к дедушке и бабушке. Мы оставались весь день, в котором проходило богослужение, до поздна. С последним автобусом мы уезжали. А что это был за край? А что это было за село? Я родился и вырос в солнечном крае, в Молдове или Молдавии. Когда мы приезжали в деревню или в село, конечно, в этот день мы могли угоститься всеми фруктами, которые росли у дедушки. Начиная от, да, там и сливы, и груши, и яблоки. Праздник такой, да? Да, и более того, туда приезжали и другие мои двоюродные братья, троюродные, потому что именно в том селе была церковь. Они тоже приезжали в церковь? Да, да. То есть вся родня была верующей? Да, да, практически. Ну, не все родственники приезжали, но вот те, кто жили в той местности. Это было некоторое время, лет, может быть, пять мне было, когда уже в городе, куда мои родители переехали, еще до моего рождения, образовалась уже свой костячок, небольшая группа верующих. И мы там собирались каждый субботный день, каждую неделю у нас по домам шли встречи. Вот таким помню я свое детство, начало своей корни. Филарит Иванович, скажите, вы ходили в церковь тогда в детстве, потому что мама с папой вели? Или внутри где-то уже была там вера, какие-то свои убеждения? Ну, естественно, я не мог выбирать в три-четыре года. Но потом уже попал. И своих убеждений тоже не было. Но я знал, что наступает суббота, через пять дней, через четыре, через три я считывал. Я знаю, что я в этот день не буду занят никакими делами, которые родители поручали мне делать. У нас было хозяйство, и я знал, что в этот день я абсолютно свободен. Мы одеваем лучшую одежду, мама готовит лучшую пищу, у нас в доме убрано. И я встречаюсь там с друзьями. Что для меня было привлекающим, у нас были разные кружки в церкви. Детские кружки, музыкальные кружки. Я участвовал, и до сих пор я люблю музыку, и продолжаю организовывать подобные же, не только кружки уже, а и группы, исполнители. Исполнительные, вот и такой опыт у меня недавно был. Вот то, что касается моего... То есть вы туда шли больше все-таки как в клуб? Или уже были первого? Да. Больше как в клуб шли? Ну, клуб, может быть, сегодня ассоциируется. Да, это было нормальным, это было приятным. Я шел, потому что иначе, может быть, я себя не видел. И я знал, что это правильно. Я не хотел, может быть, иначе. В каком возрасте приняли крещение? Это был 91-й год, 26-го мая. Мне было 18 лет. Вот. Это было осознанное такое духовное решение? Уже отношения с Богом тогда складывались лично? Мне трудно сказать, что я полностью осознавал значение крещения тогда. Во-первых, потому что в то время немного было литературы духовной. У нас была в семье всего лишь одна Библия. И еще одна Библия была у нас в доме, нам подарили, так как у нас продолжительное время проходили богослужебные встречи. Но я принял крещение, потому что я знал, что так сделали все, что это правильно. Так надо. Что так надо. И я знал, что если я этого не сделаю, то это будет неправильно. Ко мне, может быть, не будут относиться, может быть, так достойно другие люди. Может быть, я был неправ насчет отношений, но я принял крещение. А когда же пришло настоящее осознание и настоящее взаимоотношение с Богом? Уже какое время и какие обстоятельства этому способствовали? Да, я считаю, что именно вот этот вопрос является ключевым. Мои личные отношения с Богом, они имеют большее даже значение, чем жизнь в церкви, чем даже крещение. И мое более глубокое понимание Бога, личная встреча, личное знакомство с Богом, произошло немного позже. Даже после крещения. Но жизнь в церкви, то, что я слышал в церкви, то, что я учил, они оказали, конечно же, к этому немалое влияние. Это произошло в 93-м году. Я помню этот год, помню эту зиму. Это было до Нового года. Вероятно, это декабрь до Нового года. Мы поехали в другой город, в соседнюю страну даже. Мы что-то продавали. В это время как раз союз распался. В один день, в один час многие остались без работы, без возможности каким-то образом устроить свою жизнь. Вы тоже оказались без работы? Да. Именно в моем возрасте люди, которые только планировали жизнь, мы не видели, как можно какое-то себе жилье устроить, где работать. Те, кто как-то устроились, они как-то понакатанно еще могли. Было где жить, они завозили там скотину или что-то покупали в соседней стране, в другую отвозили. Для меня, не имеющего никакого начала, я не представлял, как я буду жить. Как раз в момент распада государства совпал с этим вашим моментом выбора жизненного пути. И надо было что-то выбирать, а выбирать было из чего? Нет, именно вот этот кризис экономический повлиял на то, что я стал думать, как же мне жить, что же мне делать. И вот эти обстоятельства, они как бы сжимали меня. Вот работа, с родителями где-то напряжение появлялось, с друзьями, даже в церкви у меня был кризис. Я даже с пастором немного как бы не поладил, не сошлись мнениями. Я знаю, что в личной жизни тогда тоже был кризис. Да, и последним, что было, последним ударом моим, я так, если бы нарисовал его сверху, наши отношения с знакомой девушкой как бы разошлись. Вы планировали, что это будет, ну, ваша девушка, что ваши отношения будут развиваться? Да, я так надеялся, что об этом, наверное, уже мне трудно говорить, потому что у меня другая семья. У меня уже... Ну тогда были планы на нее. Да, да, конечно. У меня сейчас жена, которую я люблю, и я не жалею, что... Но тогда был кризис. Ни работы, ни средств. В церкви кризис. Девушка расстался. Да. Что делать? Что делать? И в этой поездке, когда мы поехали, мы как раз пытались каким-то образом свое экономическое положение выравнивать со знакомым человеком, и мы поехали что-то продавать. Что-то покупали, что-то продавали. Он предложил мне в дороге что-то поесть. Я попытался, но не мог есть. Я как бы в отместку себе решил, но я и есть не буду, раз не хочется. Я не ел день, я не ел два, третий, четвертый. Но я никому не показывал, что я не ем. Я просто пил горячую воду, кипяток, чтобы это была зима. Мы на рынке стояли. И вот на пятый день, или на шестой, я вышел на поляну, где-то на крылью города. И вот помню, это детально стоял снег, росли деревья. Я подошел к ближайшему как-то дереву, уперся плечом, посмотрел вверх. И я впервые начал просто взывать к Богу, Боже, почему я так живу? У меня никакого смысла нет в жизни. Все меня сдавило. Зачем я живу? Это была претензия? Да. Я не боюсь это сказать, но я бронил Бога. И если кто-то посчитает в своей жизни нужным бронить Бога, я думаю, что Бог не обидится. Говорите Богу то, что вот я так и сделал. Я спрашивал Боже, зачем Ты дал мне жизнь? А почему вы знали тот момент, что Бог дал вам жизнь? А потому что я ходил в церковь. Я помню проповедь, до сих пор помню, когда пастор говорил, что каждый из нас не родился по воле случая. Он даже так, какую-то иллюстрацию мнимую. Мы не писали заявление, что я хочу родиться, жить и вырасти. Бог дал нам жизнь. И он имеет путь, он имеет план для каждого. Я начал, вспоминая ту проповедь, наверное, давностью 2 или 3 года, я стал спрашивать Бога, Боже, если Ты дал мне жизнь, какой смысл в жизни? Я не могу устроиться нормально, я не вижу жизнь. Какой смысл в жизни? И я задавал эти вопросы Богу. Недолго. Как вдруг я услышал ответ. Может быть, это не был слышимый голос, но это было как бы мне лбом об стенку. Мысль. Мысль, да. И в моей мысли прозвучал библейский текст. Он записан в Евангелии от Матфея 6, 33. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а все остальное приложится Вам. Это была уже рекомендация даже, да? Нет, ну это был ответ. Я спрашивал, почему у меня вот так не получается? И этот стих меня остудил. Я как бы перестал Богу больше вопросов задавать. То есть Вы спрашивали про вторую часть, про все остальное. Где оно, да? Да. А Бог ответил, что оно прилагается к чему-то основному. И я поймал себя на том, что я же этот стих слышал раньше в церкви. Я его, возможно, и сам не раз читал. Но я не хотел с ним соглашаться. Я его мысленно, неосознанно переворачивал наоборот. Я хотел все остальное приложить, устроиться. Я, как и все ребята, хотел лучше одеваться. Я очень хотел иметь автомобиль. У меня заложено, наверное, это в генах. Я это вижу по своему сыну. Он не умел говорить, не умел стоять. Но вот когда я садил за руль, он уже какие-то звуки издавал и пытался ехать. Я хотел. И, конечно, я не пытался себя отделить от церкви. Да, конечно, я думал, я буду в церковь ходить со своей семьей уже, участвовать, как я и участвовал. Но это не важнее машины. В жизни хора возможно. И я думал это перевернуть. И даже думал, никто об этом даже не узнает. Но мне просто не получилось это перевернуть. Я, этот стих, он у меня звучит, ищите прежде Царства Божьей правды, во все остальное приложится вам. Что-то изменилось в событиях в жизни? Что началось после той молитвы? Да. Вот именно в конкретных событиях. Я сказал такие слова. Господи, я сдаюсь. Я сказал, хорошо, пусть будет по-твоему. Ты говоришь. Это было действительно первая моя молитва, когда я понимал, что Бог слышит меня. И когда я ждал вопросы, конечно, я ждал ответа. И у меня в сознании моем всплыл этот ответ, внутренний голос мне. Прям этот стих. Хотя я не понимал значения, что такое Царство Божье и правда его. Ну, я понимал, что что-то Бог мне сначала хочет дать, потом все остальное Он обещал приложить. И я после того сказал, я сдаюсь. Пусть будет по-твоему. Я согласен искать Царство Твое, Правда Твое, хотя я не знал, что это такое. А ты обещал все остальное приложить сверху. Что такое Царство Твое Божье? Что такое? А я продолжал эту молитву. Я спрашивал, Господи, а почему у меня случилось вот эти напряженные обстоятельства дома с девушкой? Может, я в чем-то виноват? И после этого вопроса я как-то аж испугался сам себя. Ну, конечно же, виноват. Я говорю, Господи, может, у меня характер шершавый. Я так смягчил шершавый, потому что он не просто шершавый. Я говорю, хорошо, Господи, я осознаю. И когда продолжался этот разговор с Богом, эта молитва, у того дерева, вот этим плечом я уперся, точно, я помню, что мне все легче и легче становится. Я говорю, Господи, хорошо, я больше не буду переживать о том, что я должен себе приложить. Я буду переживать о том, что ты предлагаешь. А все остальное ты будь добрый, приложи. И, как я это рассказываю иногда детям на детских летних лагерях, говорю, я говорю Богу, теперь ты суши себе голову, как это все приложить в какой экономический кризис, а я буду искать твое царство. Правда, я не знаю, где искать, но если надо, ты мне уже объясни, где его искать и что оно, и с чем оно. Где вы его искали? Секундочку. И вот когда я сказал эти слова, я согласен, Господи, на твой путь, как будто что-то сошло с плеч моих, упало. Мне так стало легко, мне стало приятно. И я боялся потерять вот эту легкость, вот эту радость, вот эту надежду. Я продолжал молиться, думал, хотя бы пусть на время молитвы, если это, может быть, какое-то магическое действие, пусть мне будет хорошо, хотя бы во время молитвы. Это я неосознанно вот так, наверное, решил. Но это не ушло. Когда я закончил молитву, я бежал обратно, там лужи были так, примершие, я перепрыгивал их, я на самом деле летал. Я понимал, что теперь Бог все держит под своим контролем, мою жизнь. Ну и на второй день, конечно, я долго думал о том, что произошло. Я решил, я не просто буду искать Царство Божие от случая по возможности. По своему характеру, по своим вот. Я пытался, когда что-то достигать, я искал, либо музыкальную группу, концерт провести, либо что-то. Я выпрашивал инструменты, и у нас не было там этих озвучивающих аппаратуры. Где-то мы... Ну, чтобы это провести, я ездил на велосипеде. Это уже впоследствии. Да. Не-не-не, это до того было. Я участвовал в жизни церкви. Так, а теперь? Я просто как бы, может быть, себя похвалил. Если я что-то искал, то я до тех пор, пока не нашел, я не отступал. Я сказал, господи, в таком случае я не буду просто Твоего царства, Твоего правды искать по случаю и по возможности. Я... Буду искать как ту аппаратуру. Буду искать, да, как ту аппаратуру, или, как говорят, кровь из носа. Я пока не отстану, пока я не найду. Что ты от меня ожидаешь? Где это царство? Что я должен делать? Я не понимал это. Где-то, конечно, в своем сознании я понимал, что в чем-то я должен настроить себя на то, что от меня ожидает Бог. Царство Божие. Сегодня я бы, конечно, сказал, что царство Божие – это жизнь в Божьем царстве. Он руководит, он правит. И это происходит здесь и сейчас. Правда, это его истина, это его аж отношение правильное с ним. Это сейчас. А вот тогда, мне вот очень интересно, не только в теории, но что происходило в практической вашей жизни после этой молитвы? Куда пошли и что делали? После этого как раз мой, скажем так, пост, или... Голодание. Голодание, да, мягче сказать. Закончились в пятницу вечером. Мы приехали к верующим людям, которых мы встретили, нашли в том городе. Мы поели что-то горяченькое, теплое. Об этом никто не знал. Не моя мама, которая тоже была со мной. Я об этом рассказал несколько лет позже. Она говорит, я видела, что с тобой что-то происходит, но не знала. Мы не могли... А что, были заметны какие-то изменения? После? Да. Нет, она говорила о том переживании, а после, наверное, были. Я уж, по крайней мере, о себе скажу. Я стал настолько уверенным, что теперь Бог будет благословлять меня. Именно в материальном плане. Потому что я ищу Царство Божие. И я начал читать Библию. У меня была с собой Библия. Кстати, я ее через несколько дней потерял, но на второй же день нашел. Кто-то из людей, знакомых, которые пришли в ту неделю в церковь, говорили, никто не потерял русскую Библию. А русская отличалась, потому что это было в Румынии. Ну и, конечно, это была моя Библия. Я ее читал. И у меня была еще одна книга. «Христос надежда мира» или «Желание веков», которая сегодня называется так. Я читал каждый день по одной главе. И каждая глава меня привлекала к Богу. Я понимал, что Иисус не просто Бог, как я об этом слышал, но Он реальный человек. Детство Иисуса. Как Он относился, мне это было очень привлекательным для меня. И через несколько недель, когда я приехал домой, в нашей церкви, руководитель молодежи говорит, нам нужно выбрать другого руководителя, потому что я еду учиться. Ну, хорошо. Мы выбрали другого руководителя. Я знал, что он куда-то едет учиться. Но я каждый день уже читал по одной главе. И молился. И молился. И вот основой, или в каждой молитве я спрашивал Господи, что Ты ожидаешь меня? Что мне искать? И что такое праведность Твоя? Ищите Царство Божие и праведность Его. Да, правда Его. И после того, как я услышал, что этот друг мой едет учиться на третий день, я планировал уже какой-то свой бизнес. Не буду говорить по подробностях. Я думал, Бог в этом благословит меня. И рассказал об этом родителям, матери, маме. И она говорит, я подумала... А, это было раньше тот разговор. И она говорит, вот, брат мой двоюродный, он жил в другом городе, он тоже, он едет куда-то учиться. Какие-то библейские курсы. Я не знал, что это за учеба. И мама говорит, я подумала, почему бы тебе не поехать тоже. Ты можешь... Это было тоже место учебы, куда поехал Ваш священнослужитель? Руководитель молодежи. Да, я понял, что это об одном и том же. Вот он едет, почему бы тебе не поехать? Ты сейчас не работаешь, негде. И, ну, как бы она так немножко меня ободрила. Ты способен, учиться можешь. И что мы делали по дому? У нас частный дом. И вот второй такой, как бы фигель, флигель. И там я вот читал, там я молился, там я печку так потапливал. Я вышел из дому, из дома. После того, как мама сказала мне, почему тебе не поехать учиться. И опять тот же голос я услышал внутри себя. Это то, о чем ты молишься. Это был ответ. Я не верил. Я забежал в этот фигель, закрыл замок, ключ на замок свой, туда, где печка, забежал и начал молиться. И последними словами моей молитвы были такие. Господи, если ты хочешь, чтобы я попал туда, то ты благослови меня туда попасть. Если это то, что... Конечно, через несколько дней я уже молился, благослови Господь преподавателей, которые должны были приехать. Вы туда попали? Возможностей никаких не было. Уже группа была набрана. Но я несколько дней, это было то же самое, что вот Гораба ушла в сторону. В конце концов, я смог попасть на учебу за свои средства. Конечно, не за личные. Нашлись в последний день деньги. Хотя я готов был продать свой инструмент. Я сказал пастору, который отвечал за вот эту группу. Говорю, я хотел бы поехать. Он говорит, это очень хорошо, что ты хочешь поехать. Веди себя хорошо, будут еще возможности и так далее. Я говорю, я хотел бы сейчас поехать. Он говорит, ну сейчас. Я говорю, а можно за свои средства поехать, за свои? Ну, можно, потому что вот есть в этом необходимость. Я говорю, я готов. Он говорит, тебе есть деньги? Нет денег, но я готов продать инструмент. Что за музыкальный инструмент? У меня была фирменная гитара, электрогитара. Вина и сейчас есть. Бог не допустил. Не продал, да. Мы сейчас, кстати, играем в нашей группе в церкви. Нашлись в последний день деньги. Разрешение мы получили. Меня и моего еще двоюродного брата тоже он решил за свои. Да подписали, что они так же направляются. Билеты были куплены. Это была учеба в Киеве. Ну, все вопросы решились. Если бы гора ушла в сторону, для меня это было бы не меньшим чудом, чем то, что я попал. Я не знал, что это за учеба. А это были интенсивные курсы подготовки пасторов, священнослужителей. По всей овец моих, сказал Господь. И когда мы изучали вот эти азы, было очень трудно вначале, но я старался рано вставать, чтобы перечитывать конспекты, чтобы я обучился успешно, как я думаю. И именно на этих курсах, когда у нас были предметы о том, как относиться к этому служению, к людям, как посещать, я начал чувствовать, что мне это нравится, я хочу совершать это служение. Что это не просто какое-то тяжелое место. А я думал, это просто на повышение способностей проводить какое-то служение в церкви, потому что такого не было. Да, у нас была духовная академия, в которой 4 года обучались, а это были трехмесячные интенсивные курсы. Это был первый курс в 1994 году. Я знаю служителей, которые закончили этот курс до сегодняшнего дня. Павел Иванович, у нас не так уж много осталось времени, а мне очень много хочется спросить. Я хочу узнать, что вы все-таки, закончив эти курсы, вы стали священнослужителем. Теперь мы можем раскрыть зрителям секрет, что вы не просто Филарет Иванович, а что вы священнослужитель церкви, что у вас есть паства. Сколько человек у вас? Сейчас у нас 73 человека. В каком городе вы сейчас служите? Это Татарстан, город Бугульма. Мы там 4 года уже живем на этом служении. Вы сказали, что у вас есть сын, который любит ездить на машине, значит, у вас есть супруга. Расскажите, где вы встретили вашу супругу? Я был приглашен на служение после учебы, где-то полгода спустя, на Украину. Но супруга тоже из Молдавии, из Молдовы, хотя родом ее родители с Украины. Вот я ее знал с детства, я знал, что есть такая девушка. Мы знакомы были, так как церкви были небольшими, и мы знали друг друга, мы встречались. Поэтому из возможных выборов я его знал. Вот есть там девушка, там, там. Ну, самый лучший вариант. А Бог в этом принял какое-то участие? Ну, Бог во всем принимает участие. Та проповедь, которую я услышал в детстве, что у Бога есть лучшие возможности, где бы вам жить, где устроиться, учиться, где работать. У Бога все, Он имеет путь для каждого. То есть это же над Богом? Даже если мы уходим, Бог все равно потом возвращает нас. Да, конечно. А вот я хотела бы такой вопрос задать, наверное, больше. Хотя Бог не то, что вот, Он говорит, вот это твоя жена, Он предлагал мне выбор. И Бог уважает мой выбор. Но Вы к тому времени уже советовали с Ним, да? Да. Кстати, я хотел жениться на той девушке, с которой я попугался. У нас потом опять начались вроде налаживаться отношения, но так мы и не подружились ближе. Она вышла замуж за другого человека, который тоже был моим другом. Вот, и после этого я молился четыре года, уже будучи на пасторском служении. Четыре года я молился о том, чтобы Господь благословил мою жизнь дальнейшую. У меня последний вопрос к Вам, он скорее касается, это вопрос для родителей. Буквально вот вкратце ответ. Многие родители считают, что если человек сам должен прийти к Богу, тогда не надо с самого раннего детства водить ребенка в церковь, что-то ему такое прививать. Вот стоит ли это делать? Стоит ли ждать, пока сам ребенок дорастет, примет решение сам посещать какую-то церковь? Это очень рискованное решение. Водить или не водить рискованное? Не водить. И дать возможность, чтобы он сам. Потому что если они не будут ему открывать истину о том, что говорит Бог, как делает Бог, то другую лжеистину откроют друзья, откроют улицы, откроют мир, все, что хотите, телевизор, интернет. Ну вот в Вашем случае Вы ходили с самого детства. Что-то было заложено там, в детстве. Но обращение произошло позже. А в детстве это что было? Семена? Да. Семена, которые взошли потом. Конечно. Я не имел возможности в детстве, может быть, перечитывать многие книги, но у нас дома была Библия, которая говорила. Я любил библейские истории. Я читал их до того, как пошел в школу в первый класс. И когда я учился в первом классе, моя техника чтения была самой быстрой среди первых классов, ну, среди учащихся первых классов, меня даже как-то на линейке поздравили. Это благодаря Библии? Я только Библию читал. У нас не было другой литературы. А родители, воспитанные в таком христианском, может быть, даже немножечко консервативном, они другой литературы художественной не предпочитали. Ну и как было, так было. Таким образом, в Вашей судьбе, в Вашей истории действительно сбылись слова, обещания Божьи о том, что если будете искать Царство Божие прежде всего, и правда его, то все остальное Вам приложится. Да. Это правда? Это приложилось? Вы счастливы? Да. Более того, если можно, я скажу, что это был мой первый опыт обращения к Богу. У меня не было другого выхода. Но этого было недостаточно. И сегодня я убежден, что Бог хочет, чтобы мы покорились Нему не только потому, что безысходность, хотя это нормальный первый шаг. Бог хочет, чтобы мы покорились Ему, тогда, когда мы видим, что Он любит нас, что Он по доброй воле. Господи, вот я могу так сделать, могу так. Никто меня, обстоятельства не сковывает, но я знаю, что Твой путь, Он лучший. Он единственный, правильный, Он дает счастье. Я надеюсь, что благодаря Вашему опыту многие люди поймут это и воплотят в свою жизнь. Спасибо большое, Филарет Иванович. Дорогие друзья, какой же вывод мы можем сделать из этой истории? Наши дети нуждаются в христианском воспитании. Поэтому читайте с ними Библию, приглашайте их на богослужение, чтобы посещение церкви не было для них обузой, а было бы интересно. А как с этим обстоят дела в Вашей семье? Напишите нам, позвоните. Всего Вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова